Они певицы, актрисы, фотомодели. Они одна из самых успешных кей-поп-групп. Многие могут думать, что они просто везунчики, которые попали в самую известную и лучшую компанию по продвижению артистов. Но это не так. Это Blackpink, которые достигли высот, пройдя через немалое количество трудностей. Недавно выпустили реалити-шоу 24 на 365 с Blackpink. В пятом выпуске девушки решили рассеять слухи о том, что они живут как принцессы YG. Во время стажировки девушки жили в общежитии. Это было обязательным условием, даже если бы их дом находился в Корее. Потому что так они сплотятся сильнее, как корректив. Но они жили не в тех общежитиях, что показывали нам в шоу «Дом Blackpink», в которой у каждой была отдельная комната, большая общая гостиная с плазмой и шикарная кухня. Нам показали место, в котором они жили уже после того, как переехали из реального общежития. И фото или видео туда нам вряд ли когда-нибудь покажут. По словам девушек, жизнь в том общежитии была нелегкой. Помимо них, там жило много тараканов. В особенности сороконожки, которых в частности ловила лиса. Потому что в то время она была единственной, у кого хватало храбрости на это. Как сказала Джису, даже если они и ловили их стаканом, далее нужно было аккуратно и быстро выбросить их. Это и было самым сложным. Джису переехала в общежитие только спустя месяц после стажировки. Скорее всего потому, что ее дом находится в Корее. Розанна и Лалисе поселились в общежитии сразу, так как они переехали с других стран. Розе не знала, что она будет жить без родителей. В момент заезда в общежитие, они просто начали прощаться с ней. Рассказывая об этом, Розе заплакала. Дженни связала такое состояние Розе с алкогольным напитком, который она пила. И сказала, что она выпила всего лишь три глотка. И что они плохо справляются с алкоголем. Именно поэтому они его не пьют. После шуток девушек, Розе сразу же забыла о грусти. Вы понимаете, насколько строгие родители Розе? Если вы помните, в интервью на Зак Санг Шоу, она сказала, что ее постоянное пение до ночи надоедало родителей. Когда было прослушивание в Австралии, они отправили на него дочь, и она прошла. Скорее всего, им заранее сказали о том, что ей придется жить одной. Но они решили ее не уведомлять об этом. После, так как Розе проделала большой путь, прошла отбор и поехала в Корею, она не могла вернуться назад с родителями, а приняла правильное решение остаться. В то время она и Лиса много плакали. Иногда у Ченни было желание уехать домой. Во время трапезы девушки вспомнили о том, какую еду они кушали. Если сейчас девушки обедают в ресторане или кафе, или им доставляют еду, особенно их любимую курочку, то раньше они не могли позволить себе каждодневную доставку вкусной еды. Они закупались один раз в месяц. В основном они покупали яйца, пельмени и клубничное варенье. И ели они это каждый день. По словам девушек, в то время это казалось для них очень вкусным. Вам может показаться странным, как им могло не хватать денег, если они стажёры известной компании. Например, родители Розе работают в Австралии, Дженни училась в Новой Зеландии, а после её хотели отправить в Соединённые Штаты. Возможно и это какое-то условие контракта. То есть, таким способом их обучали жизни с материальными трудностями. Розе сказала, что до стажировки никогда не танцевала. Основным движением её научила Дженни, за что она ей очень благодарна. Когда были ежемесячные проверки, у Розе были психические срывы. Вероятно, она не так хорошо с этим справлялась. То, как танцует Лиса, начало мотивировать её. Как мы видим сейчас, мотивации хватило до такой степени, что Розе улучшила навыки и стала ведущим танцором группы. Дженни дополнила, что Лиса всегда была известна среди стажёров как хороший танцор. К тому же, как вы помните, во многих интервью девушки говорили, что практиковали танцы многое время. После основных тренировок они оставались в зале и продолжали учить танцы. Если у Розе были приступы паники от ежемесячных проверок, то Лисе наоборот нравился весь процесс подготовки к проверкам. Во время обсуждения этого девушки упомянули, что они не всегда были одной командой. И это логично, потому что помимо них было много других стажёров. И состав команд всегда менялся. Лиса говорит, что она всегда была той, которая просит взять её с собой в команду. Зато сейчас многие бренды приглашают её стать амбассадором или приглашают посетить мероприятия. На данный момент у неё контракты с компанией мобильной связи AIS, с Дауни, с компанией выпускающей йогурты, с мобильной игрой Brawl Stars и ещё несколько контрактов. Ещё девушки вспомнили о преподавателях. Картофельный учитель. Такое прозвище у их хореографа, который до сих пор является их учителем. Дженни вспоминает, что поначалу она боялась её, но сейчас она очень благодарна ей. Джису дополнила, что они очень удачливы, что обучались у неё. Этот учитель действительно хорошо поработал, потому что она сделала из девочки, которая никогда не танцевала, ведущего танцора кей-поп-квартета. И ещё одна очень сильно улучшила свои навыки. Просто вспомните, как Джису танцевала в 2016-м и как она танцует сейчас. Помимо практики танцев до утра, они ещё и пели до утра, под игру Розе на гитаре. Они подготовили более ста каверов. В том числе они спели все песни YG. Несколько отрывков они исполнили за трапезой. Если интересно, вы всегда можете их послушать в пятом эпизоде. Эти воспоминания девушек о стажировке – лишь малая часть большой истории. Девушки рассказали лишь о позитивных и некоторых сложных моментах. Помимо этого, у них было ещё немало трудностей, которые они успешно преодолели. И именно эти трудности сплотили их. Это один из факторов, что делает группу успешной. Ведь помимо того, что они дружный коллектив на камеру, они и в реальной жизни являются семьёй. Все эти года они могли довериться только друг другу. У них создалась новая семья, в которой они полагались друг на друга. У них есть много друзей-айдолов, но тем не менее самыми родными для них является их квартет. Девушки часто говорят, что они семья, и хорошо, когда они занимаются любимой работой вместе. У них не бывает скучных моментов, потому что у каждой свой характер, и это создаёт хорошее настроение в коллективе. Перед сложными задачами у них не бывает страха, потому что они всегда знают, что могут положиться друг на друга. Также они хорошо знают друг друга. В ситуации, когда кто-нибудь из участников не в настроении, то они замечают это и не беспокоят его. Благодаря этому количество конфликтов сводится ко минимуму. Но скорее всего в течение 10 лет они у них происходили, и это не нужно отрицать. Как говорилось выше, в пятом эпизоде с нами поделились лишь небольшими отрывками большой истории. И всё это создало Блэк Пинк. Как часто говорят девушки, лучше всего, когда нас четверо. Любите себя, любите людей вокруг, не поддавайтесь чужому мнению, а занимайтесь тем, что радует вас. До скорой встречи, блинки!